Почему-то в слугах народа оказываются только хозяева жизни, а чемпионом может оказаться только тот, кто готов ради этого на самопожертвование. Приветствую вас, ломающие кирпичи шмели. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на два очень классных поединка между лучшим каратистом планеты и японскими чемпионами. Хорош ли лук, зависит от натягивающей его руки, а насколько будет хорош боец, зависит от того, как он тренируется. Сразу предвидя ваши вопросы, расскажу про то, кто же этот лучший каратист планеты, хотя наверняка многие из вас уже догадались о ком речь. Монстра белого кимоно зовут Рафаэль Агаев. Это прославленный азербайджанский каратист, пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы, победитель девятых всемирных игр и всемирных игр боевых искусств 2013 года, чемпион Европейских игр 2015 года и Исламских игр Солидарности 2013 и 2017 годов, заслуженный мастер спорта Азербайджанской республики. Рафаэль Агаев является самым титулованным каратистом в истории спорта, а также единственным каратистом, которому на одном чемпионате мира удалось завоевать две золотые медали. Агаев – обладатель пятого дана, а также капитан сборной Азербайджана по карате. За свои высокие достижения Агаев получил прозвище «Бриллиант мирового карате». Как парящей синичке не понять ползущую улитку, так и многим приверженцам жестких ударных единоборств не понять смысл всего того, что происходит на татане. Я уже предвещаю ваши комменты по поводу того, что это не бой, а бесполезное фиктование, что в реальном бою боксер их всех посадит за минуту, что на улице это бесполезно и все в таком духе. Но я хочу, чтобы вы оставили эти догмы позади, открыли свое сознание и посмотрели на бои, которые я сейчас покажу, с точки зрения конкретно этого вида спорта, а именно спортивного карате, где важна не сила и жесткость, а скорость, реакция и тайминг. Ведь когда вы смотрите футбол, вы же не говорите, какой толк в этом беге с мячом, все равно этого великого Рональдо нокаутирует любой перворазрядник по боксу. В общем, демагогию в сторону и давайте насладимся первым невероятным по эмоциям поединком. Хорошее лекарство Горько на вкус, а хороший удар очень неприятен тому, кто его получает. Вот и получил Агаев отличный удар от японского чемпиона навстречу, который, как вы видите по своей антропометрии, на голову выше, чем Агаев. Кстати, его рост 168 сантиметров, а вес 75 килограмм. Сразу хочу немного извиниться, если вдруг где-то буду запинаться, так как я хочу прокомментировать эти поединки вживую, смотря вместе с вами, а не по сценарию. Итак, 1-0 в пользу японца. Снова классный обмен. И в этом обмене победителем выходит японец. Итак, ли это мы сейчас узнаем по судейскому решению. Да, 2-0 в пользу японца. То есть, кто не понимает правил карате, я их тоже не особо понимаю, поэтому сильно умничать не буду. Но в двух словах, чистое попадание рукой в корпус или в голову, это одно очко. Вот сейчас классно, как видите. Агаев прихватил правой рукой, сделал сбивку левой руки и своей левой ручкой достал до головы противника. И счет должен быть 2-1. Да, счет 2-1. Очень здорово. Вот эта сбивка передней ручки также часто используется и в ударных единоборствах, и в боксе, и в тайском боксе. И вот отличный бросок через бедро и добивание. За вот такое техническое действие, то есть, бросок, подсечку противника на пол и обозначение добивания, конечно, они не бьют лежащего на татаме противника, а просто обозначение, дается сразу 3 очка. То есть, за чистое попадание рукой 1 очко, за такое вот добивание 3. За попадание ногой в голову, по-моему, 2 очка дают. Мы сейчас это проверим, если в поединке такое будет. И снова бойцы в центре. Работа на носочках. Работа на носочках очень похожа на работу в тейквондо. Ну, конечно, с боксом тяжело ее сравнить, так как там больше челнок. И вот классный удар хвостом дракона от японца. И сейчас мы узнаем, сколько за это дали очков японцу. Как видите, Агаев пошел в ближний бой, прихватил в клинч, уже хотел отпускать. И тут получил хвост скорпиона, разящий черепаху. И все судьи единогласно засчитали этот удар. 3 очка. За чистое попадание ногой в голову также дают 3 очка, как и за имитацию добивания. Ох, как жестко сработал. Удар Агаева аж переломало в обратную сторону. Японец попал в бороду. Насколько я знаю правила спортивного карата, здесь нельзя жестких ударов делать. То есть именно такой жесткий нокаутирующий удар запрещен. За это спортсмену выносится предупреждение и тоже есть какие-то дисквалификации за определенное количество предупреждений. Поэтому вся работа идет как бы на касание. Ты должен дотронуться, но не увалить до нокаута. Не засчитали ничего. Как бы кто-то подскользнулся, кто-то кому-то не то дал. Или засчитали? Нет, засчитали. Одно очко японцу таки засчитали. За удар в голову был. И снова делает Агаев свой бросок. И это наверняка его научил его старший братюня. Если вы не знали, то в семье Агаева еще есть два брата его. Он самый младший. Так вот, самый старший занимался дзюдо. Средний занимался боксом. А вот самый младший, Рафаэль, начал заниматься каратэ с 7 лет. И очень долго этим каратэ занимается. Уже более 20 лет. Итак, у нас 7-7. Невероятный накал. Дают одну экстра минуту. Так как раунд длится 3 раунда. По очкам, соответственно, определяется победитель. Но если ничья, экстра минута. И классное движение. От японца. Дали ему за это очко или не дали. Сейчас узнаем. Ну, в таком направлении, как вы понимаете, очень много зависит от судей. А именно, увидят ли они попадание в этом ударе. Или не увидят. Так как нельзя бить жестко до нокаута. То удар останавливается. Нет, дали очко Азербайджану. То есть Рафаэлю. Наверное, он первым нанес этот удар. Вот снова. Вот это было четко видно. Что Рафаэль снова делает свою фишку. Видели, правой рукой опускает левую руку японца. И задней левой ручкой попадает в голову. Очень классная тактика. Часто боксеры ее используют. Итак, 9-7. Рафаэль уже лидирует. Снова. Бам. Вот опять. Видели? Японец как бы дал ногой в голову. Но удар не был засчитан. Потому что не было четкого попадания. Рафаэль успел голову отвести в сторону. Но вот такие вот моменты. Их часто решают судьи. Вот шаг влево. Шаг право. Непонятные такие движения от Рафаэля. И вот этот удар. Но не было касания. Не было. И судьи, соответственно, удар этот не засчитали. Ну и дальше пошла куча ударов. Снова японец не достал. Рафаэль все перекрыл руками. И ушел уже с этой атаки. Пошел вперед. Два шага назад. Сокращение разрыв дистанции. Очень здорово у каратистов работает. Я когда-то смотрел интервью про Рафаэля Агаева. Его интервью. Так вот он говорил, что он немало боксировал именно с боксерами. И с боксерами-игровиками. Которые работают в челноке. И ему это очень было полезно. И они также не могли по нему попасть. Вот опять. Видели удар в корпус. Но его тоже не засчитали. Снова момент. Оба бойца сблизились. Как бы и Японец ударил в голову. Как бы и Рафаэль ударил в корпус. Кому дали очко, непонятно. Но, наверное, время просто закончилось. И Рафаэль Агаев эту схватку выиграл. Сейчас разберемся. Куча жестов от судьи. Да, очко дали Рафаэлю 10-7. Вот удар ногой в спину, но он тоже не был засчитан почему-то. Ну, в общем, в правилах будем разбираться вместе. Вот это уже точно конец поединка и победа Рафаэля. Ничто так не сбивает человека с мысли, как прямой удар в голову. Ну, а мы смотрим второй поединок, где таких ударов будет немало. Перед нами Сакуяма. Японский чемпион против Рафаэля Агаева. Сакуяма. Молодой пацан. Ему 22, по-моему, года. Это весовая 69 килограмм, как вы видели. И Рафаэль выходит на татами опытный. Уже очень титулованный Рафаэль Агаев против молодого, перспективного. Против японского чемпиона. Молодого и невероятно перспективного. Итак, снова игровая манера. Опять работа на ножках. Все вот эти прыжки, как бы, возможно, со стороны боксерам, там тайцам особенно, бойцам муай-тай, которые исповедуют такую жесткую манеру боя без прыжков. Первым номером это будет казаться бесполезно. Вот видели, ребята получили обои желтые карточки за отсутствие ударов. То есть мужики просто прыгали, смотрели друг на друга. Судья подумал и решил дать обоим желтые карточки, чтобы было больше активности. Ну, обои не хотят рисковать. Начало поединка. Ну, японец работает первым номером. Он поддавливает, а Рафаэль бегает по кромке татами. Ну, у него обычно, у Рафаэля всегда такая тактика работать на контратаках вторым номером. Снова. У нас прошла минута боя. Не было сделано ни одного удара. И японцу, и азербайджанцу дали по желтой карточке. И вот наши первые входы. И первое очко забирает японец. Он первый ударил в голову. Затем уже Рафаэль только достал до живота. Так или не так? Да, очко дали японцу. И дальше у нас. Теперь надо Рафаэлю отыгрываться. Пошел и ножкой классно японец дал. Обратите внимание, левой ногой как хотел сделать подсечку. Интересно. Японец, но не совсем получилось. Ну, в этой ситуации я вообще ничего не понял, но очко получил японец. Или за то, что дал по затылку. Там как бы засчитали в голову. Ну, японское дело темное. Вот ребята кружатся. Во! Вот это уже чистое попадание Рафаэля навстречу. Японец пошел ногой. Рафаэль его встретил левым прямым. То есть этот бой каратистов мне напоминает, как мангуст с коброй дерется. Оба стоят, оба двигаются по кругу. На носочках. И все ждут первой атаки. То есть работа на контратаке в карате более эффективная. Так как ты проваливаешь и можешь сразу на скачке туда сделать. Как в боксе почтальон. Раз дал, отскочил, два добавил. И очень классно все это залетает. По противнику, который идет вперед, делает... Ой, как классно японец. Сделал высекание и добивание. И не дал мне договорить мою мысль. Ну ладно, за это ему наверняка дадут три очка. Так как противник оказался на татами. И получил добивающий удар. То есть обозначение. Да, дали японцу три очка. И у нас счет 5-1. Рафаэлю нужно срочно мобилизироваться. Срочно что-то делать. Четыре очка это уже очень много. Классный удар японца. Видели, как ножкой ударил. Ну, конечно, в реальном бою этот удар абсолютно бесполезен. Японца б снесли вместе с той ногой. Но в карате... Не, не засчитали. А наоборот, дали японцу желтую карточку за тот удар ногой. В общем, это дикие дебри для пьяного бизона. Правила карате. Ну, я думаю, в комментах, кто эти правила знает, немножко будет нам объяснять, почему дали японцу желтую карточку. Они засчитали этот удар. Хотя в предыдущем бою мы видели, что хвост дракона принес японцу 3 очка. И вот посмотрели видеоповтор арбитры и показали карточку со словами «Нихера тебе, а не очко». И дальше поехали. Во, классно! Вот это чисто уже японец попал. Видели, как выжидали, выжидали. И молниеносно просто ручкой. Конечно, нам кажется со стороны, что это все фиктование, касание. Ну, мне кажется, в реальном бою, если бы японец не сдерживал остановку удара и на таком скачке пробил в голову, это был бы очень классный джеб в лучших традициях легковесов. Снова непонятная ситуация. Кто-то подскользнулся, упал. Оба стали. Рефери развел. И грозно тыкнул пальцем Рафаэлю в лицо. И за это ему дали желтую карточку. Вот классно Рафаэль сделал. Опять-таки на левой ноге сделал выпад. И левым джебом достал до головы японца. Сказал, братан, муха села, я струшу. И пошла опять снова работа. 6-2. 25 секунд до конца боя. 4 очка надо Рафаэлю. Делай подсечку. Молодец. Но не зашла еще раз. Попытка не прошла. Тоже есть очень непонятный для меня момент. Когда бойцы сходятся вот на такой короткой дистанции. В клинче можно сказать. Один поднимает руки. И показывает, что все, давай клинч разводить. А второй в этот момент делает подсечку и добивает. Как только что хотел сделать Рафаэль. То есть или у них нету каких-то четких определений по времени этого клинча. Или каждый как хочет, так и чудит. Но тем временем, Рафаэль. В предыдущем моменте дал 1 очко. А в этом он сделал высекание. И дадут ему 3 очка или нет. 6 секунд до конца. Видео повтор. Если посчитают арбитры, что это была подсечка и добивание. Это 3 очка и у нас счет сравняется. А если не увидят в этом именно технического действия. А просто случайное действие. Да, показывают нет. И хоронят надежду Рафаэля на этот поединок. Потому что за 6 секунд отыграть 3 очка нереально. Нужно опять сделать какой-то мега проход в ноги. Да, классная вертушка в прыжке. Но падает от этого сам Рафаэль. Итак, на этом поединок заканчивается победа японца. Молодого перспективного японца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И делитесь видео в соц. сетях. А в комментах напишите, за сколько секунд вы бы раскидали всех этих каратек, не вставая с дивана. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете став спонсором канала по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться. Обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok